И снова всем привет! С вами Артём Чопенко. Да, эта фамилия пока что еще не стала популярной и известной, но надеюсь когда-то она приобретет свою известность и нишу в этой жизни. В общем, если я вышел к вам в эфир и сейчас снимаю это видео, значит у меня появился новый автомобиль. Ну как новый? Тот, на котором я до этого не ездил и обзор на который я еще не делал. В общем, я проездил на нем около 15 тысяч километров и сейчас я буду вам рассказывать свои ощущения личные, которые я испытал в этом автомобиле. То, что мне понравилось, то, что мне не понравилось, я сниму немного его снаружи, снутри. В общем, правда, честно скажу, он немного грязноват, но тем не менее, я думаю, это не помешает нам увидеть его плюсы и минусы с моей точки зрения, а может, в принципе, и что-то вы увидите для себя. Поэтому, начинаем. Ну что ж, с чего начать? А начинаем мы с коробки автомат. Да-да, это Skoda Rapid 2015 года объемом двигателя 1.6. Так, 2015 год, объем 1.6. Оснащена коробкой автомат. Единственное, что у меня есть претензия к этой коробке, переключение с третьей на четвертую скорость осуществляется порой с запозданием. Может быть такое, что доходит до 6 тысяч оборотов в минуту. То есть, и поэтому мне приходится переключать ее типтроником. Так, дальше. Прямо на панели бороды, да, вот под торпеда расположены у нас функциональ, ну, функционал кнопки, да. Это регулировка... А, тут климат-контроль, кстати, да. Очень круто, что есть здесь климат-контроль. Действительно, это является плюсом, потому что мне так надоели эти кондиционеры, где приходится постоянно крутить эти крутилки, всякие вертилки, да. Тут мы выставили, вели 22 градуса, да. И просто в салоне постоянная температура 22 периодически подогревает или охлаждает температуру в салоне. Режимы, да, чтобы дуло на стекла, в лицо, в ноги, чтобы воздух курсировал, да, по салону. Автокондиционер включить или выключить. Подогрев сидений здесь есть, да. Очень круто. Я помню, первый раз задел эту кнопку, и я прям думаю, ооо, что это печет, так ужас. В общем, есть подогрев сидений, да. Так, дальше магнитола. Магнитола, в отличие от Шкоды Скала 2020 года выпуска, здесь не нужно, чтобы подключить телефон, разблокировать эту функцию. То есть, тут она доступна сразу же идет. А может, ее разблокировали. Во всяком случае, когда я взял эту машину в 2021 году и с пробегом, вот, она уже была разблокирована. Есть бортовой компьютер, мультируль. Заведем, кстати, сейчас этот автомобиль. Так. Руль довольно-таки легко открутится. Регулировка руля, конечно, тут не ахти. Просто вверх чуть-чуть, вниз чуть-чуть, все. Это, в принципе, все, на что способна регулировка. Так, и как и в других Volkswagen'ах и Skoda'ах, оставился вот этот регулятор. Он тут, правда, только один. В Volkswagen'е Polo их там несколько штук еще в этом районе есть. Это переключение напора воздуха или положения воздуха. В общем, переключение между тем, куда будет дуть воздух. Так, есть у нас бортовой компьютер, мультируль, на котором можно регулировать функции. Так, сейчас, как они там? А, борткомп. И погнал тут. Время движения, запас, средний расход. Кстати, расход довольно-таки большой, где-то около 13 литров. Это пишет, что 11 литров. На самом деле больше, где-то около 13 литров. Пробег, время движения. В общем, много параметров. Тут нету парктроника. Тут установили сами аж два парктроника. И оба они не работают, к сожалению. Беда-беда. С левой стороны есть регулировка зеркал. Также по левую руку блокировка стекол стеклоподъемников. И стеклоподъемники на все четыре двери, раскиданные под левой рукой. Это, я думаю, оптимальное расположение стеклоподъемников в автомобиле, когда они расположены здесь. Если вы помните, то в Peugeot 301 они расположены вот в этой части. Дальше. Подлокотник. Такого плана. Очень удобно то, что его можно убирать и при этом, допустим, лечь, полежать, отдохнуть. Там чуть-чуть позицию какую-то поменять. Если вы долго едете, не хотите пересаживаться на заднее сидение. Так, ну, направление воздуха. Вот, в принципе, тут обычно. Ручки. Ну, тут уже, как бы, есть небольшое дизайнерское решение. Ручки никелированные, да, при этом с 15-го года еще не облезли. Когда у меня на Great Wallet 14-го года, они облезли буквально на третий год. Не знаю, почему. В общем, пластик, ну, приятный на ощупь достаточно. Вот, не самый дешевый. Есть алюминиевая вставка на передней панели, на торпедо. Бардачок. Достаточно большой. Сюда влазит бутылка вина. Сопутствующие товары. В дверях также есть место для подстаканника. Также есть место для подстаканника. Ой, подстаканники. Или место для стакана внизу бороды, возле коробки переключения передач. Так, свет. Что касаемо света, здесь свет у водителя, а также свет у пассажиров. Это очень удобно. Классная штука. Вот. Также тут есть зеркало на козырьке у водителя. Эта штука, на самом деле, очень редко встречается. И ручка, за которую водитель тоже может держаться. Вот, редко вижу, чтобы ручка была. Так. Ну, по крайней мере, более-менее все. Есть подключение в магнитоле телефона сопряжения. Как бы, ну, в принципе, машинка удобная, интенсивная. Неплохая. Вот, действительно, мне нравится, чтобы ездить. Очень даже неплохо. Вот так я это сниму еще разочек. Ну, конечно, сидушки тут тряпка. Место для пассажиров, для задних. Ну, обыкновенное, я считаю, обыкновенное количество места, как и в обычных других автомобилях. А вот, что касаемо багажника, то, смотрите, тут сделан багажник в виде литрбэк. И он поднимается сразу с лядой, да, вот, и с задним стеклом. Поэтому можно что-то большое туда засунуть, особенно если откинуть задние сидения. Да. Вот с багажником тут топчик вообще. Правда, тут был удар в заднюю часть. Поэтому он с грохотом таким как раз. Вот задние двери у нас. Сидение. Ну, обычное, в принципе, сидение. Так, на Шкоде Скала есть выход сюда подогрева для задних пассажиров. И также есть на Peugeot 301, вот здесь подогрев. А тут у нас нет его. Но есть подстаканник. Сзади для пассажиров свет. Так. Ну, в принципе, все. Больше ничем пассажиры не награждены. Опачки. Продолжаем. Это Шкода Рапид. Пока что это мой фаворит среди автомобилей. Действительно, я его последнее время полюбил. Я развернусь. Вот. Сейчас я вам покажу со стороны, насколько быстро он разгоняется. С левой стороны вы видите ряд из автомобилей. Только что разогнались до 80 км в час. Как-то так. В общем, хоть это Шкода 15-го года, и я думаю, у нее уже практически 50% лошадей разбежались. Но, тем не менее, ДУ-100 она еще дает. Вначале мне казалось, что она переключает скорость на 3-й, на 5-и, там, тысячах оборотов. И это мне не нравилось. А теперь я понимаю, что эта тачка хочет рысачить. Вот как-то так.